С праздником всех поздравляю, Господним, Святым Праздником, День Искупления, День Всепрощения, Судный День, Йом Кипурим, Йом Кипур. Приветствую всех братьев, сестер, всех-всех-всех, кто подключается сейчас. Сегодня у нас утро, как написано в Писании, и был вечер, и было утро, день, следующий день. В данном случае это суббота-суббот. В данном случае это сегодня шаббат-шаббатон. О, братья, сестры, дорогие друзья, независимо от того, в какой день недели этот праздник, на какой день недели этот праздник попадает, Вот сегодня, допустим, сегодня у нас среда, да? Вот, но сегодня суббота. Вот так вот, парадоксально. В еврейском календаре все не как у людей, а как у Бога. Действительно, сверхъестественно. Сегодня среда, но у евреев и у всех боящихся Бога, чтущих Библию как Божье Слово, сегодня суббота. Вот такое календарное чудо. Йом-Кипур в Библии это суббота называется, шабатом, шабатон, шабат-шабатон. Суббота-суббот, так мы называем ее, потому что это действительно как бы супер-суббота. Обычно шабат всегда у нас, это приготовление, допустим, вот такие, что-нибудь вкусненькое, там, чоунт один взять, допустим, наш еврейский, это уже еда такая, да, значит, вы знаете ли, такая очень сытная. А этот шабат, шабатон, суббота-суббот, она вообще без еды. Шабат-шалом, шабат-шабадон-шалом, аминь, аминь, Арсений, да, аминь, аминь. Это удивительная суббота, суббота всех суббот на самом деле. Вот, день полного покоя, вообще полного покоя. Но здесь, в Киеве, это практикуется только лишь в отдельных семьях и отдельными верующими. Вот, а если взять Израиль, то там это на таком коллективном уровне, на уровне национальном, на уровне государственном даже. Потому что по Израилю жизнь замирает. На Йом-Кипур в Израиле единственная страна на планете, где Божья заповедь исполняется буквально. Но, опять-таки, не на 100% в Израиле много людей, которые и не хотят исполнять это. Вот, там проживает много и мусульман, и христиан, которые лишь частично исполняют это правило. Но там единственная страна на земле, Израиль и Иерусалим, единственная столица в мире, где Божья заповедь о шабате, она исполняется. По крайней мере, на, ну, де-юре, де-юре. Вот. И я сегодня ночью выглядывал так из окна, молился за Киев, молился за Украину, благоставлял. Вот ночью сегодня. И, знаете, так по-хорошему где-то завидовал жителям Иерусалима, жителям Израиля. Думаю, надо же, как прекрасно, когда законы государственные, законы городов, они, ну, может, и на все 100%, но стараются, как бы приближаются к законам Бога, к его правилам. Блаженны те страны, те народы, те государства, блаженны те города, благостовенны, которые в своих законах, в своих правилах, да, постановлениях, они, конституции, там, они приближены к законам Бога. Блаженны, блаженны, как и блаженны, благостовенны те люди, чьи правила жизни, нормы жизни, чьи, вот, действительно, чья конституция, да, чьи, ну, постановления, нормы его вот здесь вот и здесь, они приближены максимально к тому, что Бог говорит. Блаженны, подлинно счастливы, подлинно благостовенны. Ночью, вечером, поздно вечером читал книгу Ионы Пророка, ну, и в полночь тоже, как раз так получилось, перечитывал книгу Пророка Ионы в разных переводах. И сделал даже трансляцию вечером, поздно вечером, именно посвященную, как раз, этой книге. С хлебопреломлением совершил это все, рассуждая о теле крови Христа. И книга Ионы очень так наглядно показывает как раз, вот, судьбу человека и судьбу целых сообществ, вот, судьбу, судьбы городов, стран, народов и отдельных индивидуумов, отдельных людей, вот, евреев, неевреев. Именно, что живут на этой земле в отдалении от заповеди Бога и в уходе от заповеди Бога, да, Его Слова. И возвращение к Его заповедям, к Его Слову. Это действительно удивительная история, очень такая таинственная история. Книга, которую перечитываешь каждый раз и тоже умиляешься, и обличаешься, и уразумляешься. Сегодня меня, допустим, вот на Йом-Кипур, на этот день, меня впечатлили слова Кормчева, корабельщика, который сказал ему, да, вот я, ой, сейчас я почту здесь, как он сказал, корабельщик. Первая глава книга Ионы, шестой стих. И подступил к нему Кормчий и сказал ему, вот эти слова меня очень сильно впечатлили. Просто, когда читаешь разные переводы, то, вот, на некоторых вещах лучше заостряешь внимание. Что ты спишь? Встань, воззови к твоему Богу. Вы знаете, я вот этого корабельщика, этого Кормчева, вот, не знаю, я как-то представил сегодня вечером, как художник. Знаете, для меня это было вот таким, ну, не знаю, как озарением, что ли, просвещением, не знаю. Я просто очень Богу благодарен, знаете, вот, как вот призыв такой, встать, что ты спишь, вставай, воззови к своему Богу. Потому что он спал, спал, там, 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 там два раза стоит слово, спал в оригинале. То есть он очень глубоко уснул. Здесь, 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 пятый стих, да, радам, радам, радам. То есть буквально спал, спал, или как крепко заснул, так вот можно. То есть он не просто, я так делаю вывод, раз, два раза это слово употреблено здесь, спал, спал, да, то, ну, буквально, как бы, если переводить, то немного как-то странно все это звучит, да, но смысловой перевод, что он не только спал телесным сном, будем так говорить, но он спал духом своим, он спал душой своей, он уснул, можно выразиться, сном греховным. Он уснул духовно. И вот этот кормчий, этот корабельчик, который будет его, он у меня ассоциируется, вот, сегодня ночью, вот, по крайней мере, ассоциировался, вот, с Господом самим, с Машиахом. Вот, знаете, как будто бы, вот, я представил, что он заходит туда, вот, с этим, как бы, с светильником каким-то там, или факелом, или светильником, да, что-то спишь, издавай, позови к Богу своему. Гмар-хатима-това. Эти слова я обозначил как раз на трансляции сегодняшней утренней молитвы. Гмар-хатима-това. Так мы говорим на Йом-Кипур. Так мы говорим друг другу. И так мы говорим, не только друг другу, так мы говорим себе. Так мы говорим своей семье. Гмар-хатима-това. Тоже обычно переводят так, вот, как хорошие записи вам. В книгу жизни, да, мы говорим. В книгу судеб. Хорошие записи. Я сегодня говорю эти слова своей семье так же. Самому себе, своей жене. Гмар-хатима-това. Своим детям говорю это. Гмар-хатима-това. Хорошие записи. В книгу судеб. В книгу жизни. Хорошие записи. Благодарю Бога всемогущего. Гмар-хатима-това. Благодарю Бога всесильного. Любящего. Любящего. Который во Христе примирил с собой весь мир. Самое великое в этом празднике для меня переживание, что мое имя записано в книгу жизни. Кровью Агнца Божьего Иисуса Христа. Вот почему я, да, пощусь, но я соблюдаю вот такое правило. Я причащаюсь. Преломляю хлеб. Я вообще стараюсь каждый день совершать Евхаристию, хлебопреломление. А порой и не раз в день совершаю. Как православный священнослужитель, как реформатор, как христианин. В конце концов, как христианин, да. Я рассуждаю каждый день о теле и крови Иисуса Христа. Днем, ночью, вечером, утром. По-разному это бывает. В праздники, в будни, во все дни. Размышляю. Нету сока и хлеба. Я просто беру воды, просто беру воды, наливаю себе, беру хлеба, вот, что есть. Вот, и здесь, я вспоминаю все, на Черниговской здесь мы жили, только на другой улице, сейчас я на Киото, а то на Малышка снимали квартиру, мы там, прямо возле метро Черниговской, там, в Малосемейке. Вот, и жили, тогда, значит, да, трое детей было у нас, там, там родился наш четвертый ребенок, да, уже четверть детей было, шесть человек, в Малосемейке, там, ванна такая сидячая, вот, там, кухня такая, здесь она, ну, как, маленькая, но нормальная хотя бы, можно там, втроем, даже четвером здесь можно сесть, ну, уже тесно, может быть, четвером. Вот, а там, значит, одному тесно, а если вдвоем, это так вот, уже так вот надо, вот, и комната, коридора нету фактически вообще, там, это такой кубрик такой, как шкаф, коридор, как лифт, не грузовой, а такой обычный, вот, маленький, вот, значит, и попадаешь в комнату, а комната, как грузовой лифт, вот, значит, и там только одна кровать помещается, и вот, ну, как бы, шкафчик такой, и все, значит, и, то есть, это все одно спальное место, но балкончик есть еще, балкончик маленький, тоже такой, миниатюрный, все такое, малосемейка называет, вот, как общежитие, только малосемейное такое, вот, значит, и там общий коридор, там, и много таких вот этих, есть побольше, там были некоторые, но у нас была совсем маленькая, вот, но ютились, летом мы фактически все время были на улице, вот, вот, а только спать приходили, домой, или поесть, ну, и ели часто-часто на улице, потому что очень было тесно, вот, и, значит, и мы женой обычно на кухню затиснемся, плечом к плечу, там, маленький столик, такой миниатюрный столик, такой, для чайника только, и чашечки, значит, сидим плечом к плечу на этой кухонке, в окно смотрим, вот, значит, и, значит, пьем чай, значит, и, а у нас это, купили молоко, вот здесь вот, недалеко ходили, как раз туда мы часто на рынок, малышка, этот, юность, рынок юность, да, значит, и, значит, и пряники купили, и пакет пряников у нас ставил на кухне, значит, и молока, несколько там пакетов этих, значит, и дети тоже любят молоко, значит, вот, и мы тоже любим молоко, а жена моя вообще, она в девичестве Молочникова, вот, такая еврейская фамилия, вот, им как раз это, еврейская семья, молочников были когда-то ее предки, вот, значит, и она в девичестве Молочникова, значит, и, знаете, так интересно, значит, она действительно любит очень молоко у меня, молочная душа, я больше мясоед из татарской семьи, такой, где мясо не поели, вроде как бы не ели вообще, вот, а она вот такая молочная вся у меня, вот, значит, и мы вот так сошлись, слава Богу, Господь так вот свел наши пути, слава Богу, и, значит, и дети берут молоко, несут домой, ну, домой, извиняюсь, в комнату, и пряники, молоко наливают в стаканчик, и пряники, молоко, пряники, думаю, что да, никак, надо посмотреть, что чем там они хоть занялись-то, вот, когда дети там стихают, значит, и, как бы, значит, и что-то таскают, то, как бы, почему бы это, значит, вглядываю, смотрю, значит, а там, значит, прямо с кухни можно через кухню, так вот, и в комнату уже, вот, смотрю, а дети там, это, рассадили, там, кукол, на этом, ну, как бы, диван, кровать разложенная, вот, значит, рассадили кукол, медведей всяких, там, и, значит, играют, в причастие играют, ну, я когда выглянул там, хоть осторожно, но все равно меня-то видно сразу, большой, вот, папа, приходи с нами, как бы, поиграешь, ну, я так сел с ними, там, думаю, ну, игра, игра, ну, хорошо, хоть так играют, пусть в причастие играют, вот, значит, и они, значит, это, Настя там, как, пасторствовала, Коля там, запроповедника, вот, Александр Борис, шалом, а, рувин, докертов, лекулам, аминь, мар, хатима, тава. Друзья, и вот, значит, я вспоминаю, значит, они, значит, да, значит, и я тоже воспринял вначале, да, как игру, несерьезно, но присутствие Бога было очень сильным. Дети преломляли этот пряник, эти пряники, разливали молоко за место этих медведей, кукол, сами пили и ели, вот, в причастие. Я с ними кушал это все и еле, еле себя сдерживал, честно говоря, чтобы мне там не просто не расплакаться, потому что, ну, знаете, это настолько, вот, Бог там был в этих пряниках, в этом молоке, в этих куклах, в этих медведях, в детях моих, во мне, среди нас, в этом всем. Вот, это была литургия настоящая. Это 97-й год, 98-й уже, наверное, да, 98-й. Очень сильно ломалось моё представление, вот, о ритургии, о причастии во всём, вот, мои традиционные такие православные ортодоксальные представления ломались, вот, и благодарю Бога, что ломались тогда, вот, и сегодня я говорю, что для меня причастие – это не просто качество вина или хлеба, как вот раньше рассуждали в православии, традиционном, таком, нереформированном, вот, каноническом. Сейчас, слава Богу, я вышел из такого канонического православия, слава Богу, по милости Господней. В 96-м году вышел из канонического православия, вот, благодарю Бога за это очень сильно. Вот, и сейчас являюсь священнослужителем неканонической такой, живой православной церкви, евангельской православной церкви, реформаторской, слава Богу. Вот, и, значит, и, знаете, рассуждаю, хотя, конечно, будучи в традиционалистском таком, в традиционном, нереформированном православии, тоже, конечно, причащался и до того, как стал священником, и когда стал диаконом, и когда стал священником, в 91-м году стал священником я, и, знаете ли, в РПЦ, и, значит, и, знаете, вот, все равно, конечно, в причастии я переживал Христа, переживал Бога, но, знаете ли, вот эти все религиозные традиции, условности, да, они закрывают живого Бога от человека, и человека от живого Бога, я в этом убедился. Нет этой свободы. И, знаете, вот, сегодня я причащаюсь тело крови Господа Иисуса, и делаю это в простоте сердца, и благодарю Бога всемогущего, преломляю хлеб в простоте, воспаляю Господа, и для меня причастие сегодня – это не просто качество вина или хлеба, это уже вопрос третьей степенной, там, и десятой степени какой-то. Вот, а первой степенной важности вопрос – это рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Причастие совершаю не просто ртом, а то, что входит в меня, оно не может меня не осквернить и не может меня не осветить, а то, что исходит из меня, это меня либо осквернят, либо освящают. Меня освящают сегодня, исходящие из меня, я рассуждаю о теле и крови Иисуса Христа, о теле и крови моего Спасителя. Я поддерживаю идею поста в этот день, в субботу-субботу, но единственное, что я совершаю, и совершаю, это даже вот так вот прилюдно, в трансляции, это хлебоприловление, причастие Евхаристия, тела и крови Иисуса Христа. Потому что гмар-хатима-това, с одной стороны, да, с другой стороны, я знаю, что мое имя записано кровью Иисуса Христа на небесах, и это не сотрется, потому что это не от меня. Если бы это было от меня, если это было бы от человеков, если это было бы человеками, если это было бы от церкви православной или какой-то другой, если это было бы от христианства, если это было бы от религии вообще, если это было бы от моих каких-то, там, не знаю, стараний, подвигов, там, значит, там и прочее, то это могло бы истереться, да и не мудрено-то. Но это от Бога, это дивно в очах моих. Это от Бога, и потому это не сотрется, потому это вечно. Бог мой не шутит, Бог мой не обманывает, Бог мой вечный Бог. Бог мой, Он совершил это однажды и навсегда, приобрел мне искупление вечное. Благодарю Его за это. Благодарю Бога всемогущего и желаю Гмар-Хатима Тава, говорю людям всем, всем-всем-всем, всем евреям, всем-всем людям, всех национальностей и культур, Гмар-Хатима Тава. И я знаю, как это происходит, я знаю, как это записывается. Это записывается через кровь Иршуа Машех, Иисуса Христа. Это происходит через ломимое тело Иисуса Христа, Ишуа Машеха. Это происходит чудо Йом-Кипура. Это происходит сейчас. Каждый день, не только в эту субботу-суббот, каждый день на нашей планете, на нашей земле, кто-то склоняется перед Ним, перед Богом. Каждый день десятки, сотни, тысячи по-разному людей, душ, обращаются к Создателю своему. В эту субботу-субботу, шаббат-шаббатон, я молюсь о том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Молюсь за Израиль, молюсь за Иерушалаем, молюсь за Иерусалим, город великого царя. Благодарю Бога всемогущего, благодарю Господа, Бога всесильного моего, Отца моего, сущего на небесах. Отец мой, Бог и Царь, Авину Малкейну, Шеба Шамаем, Отец на небесах, сущий, царствующий, Благословен Бог наш, всегда, ныне, присланный, во веки веков. Аминь. Благословен Бог наш, возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас, кровушку за нас свою проливший. Иисуса Христа, праведника, за нас отдавший. Благодарю Тебя за тело, ломимое Иисуса Христа и Ишуа Машеха. Благодарю Тебя за кровь святую, которой я искуплен от суетной жизни, которой совершился мой Йом-Кипур, Гмар-Хатима-Тава, и это свершилось через кровь Иисуса Христа. Хорошая запись в книге жизни И в книге судьбы моей, Божия, спасибо Тебе, Господь. В книге судеб я благодарю Тебя за судьбу свою, Божию. Благодарю Тебя, что в моей судьбе Ты, Господь, в моей судьбе Ты, Царь, что кровь Иисуса Христа в моей судьбе, самой величайшей святыни. Благодарю Тебя, Господь, что имя мое записано на небесах. Кровью Иисуса Христа я прощен. То, что было, то, что есть, то, что будет, Ты вечный Бог, Ты подлинно, всемогущий, всесильный Бог. И мое имя записано на небесах кровью святой Твоей, и потому это нестираемо. Боже, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя народного Сына Божьего. Суд в том состоит, что свет пришел в этот мир. Пришел к своим, свои не приняли. Но, правда, не все. Те, кто приняли, он дал власть быть чадами Божьими. И кто принимает сегодня, сейчас, дает власть быть чадами Божьими, которые рождаются сверхъестественно новым духовным возрождением, новым духовным рождением от Бога. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Царь мой, Владыка мой, спаситель мой, благодарю Тебя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, Благодарю Тебя, за победу Твою, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, спаситель мой, жизнь моя, Благодарю Тебя за все, Благодарю Тебя вовек, за все я благодарю, мой Бог, я Тебя люблю. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благосновен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благосновен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, за емкий пур, состоявшийся, Боже, Боже, за прощение, за исцеление, освобождение через кровь Божественную, Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю великое Твое. За Голгофу и за кровь я Тебя благодарю. Ты мой емкий пур, Ишуа Машиах, Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты мой Царь, Ты мой брат, Ты мой Господь, Ты мой Целитель. Слава Тебя, Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебя. Благословен Господь Бог наш. Благодарю Тебя, Господь. Веру, Господи, Исповедую, Что Ты Христос, Иисус, Ты Христос, Сын Бога Живого, Спасший меня, Возлюбивший меня. Спасибо Тебе, Господь. Брат мой, Царь мой, Жизнь моя, Воскресенье моё. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Иисус, спасибо. За всё спасибо. Мой Царь, спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, Что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо. Спасибо. Господь, спасибо, Иисус, спасибо, 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 благодарю Господа Весьмогущего. Братья и сестры, и в шаббат, этот шаббатов, шаббат-шаббатон, субботу-суббот, Йом-Кипур, я вспоминаю и вчера, ну, при начале, но я не спел это, правда, в эфире, потом, когда молился, уже напевал, вот, и сейчас хочу это в эфире утреннем озвучить. Есть в православии одна очень хорошая песня, одна из моих таких любимых, очень такая таинственная песня, такая, вот, она поется на литургии, вот, Ижи Херувимы, но обычного бывателя ассоциация такая с советским этим фильмом, да, где Паки-Паки, Ижи Херувимы, Житие Мои, вот, Иван Васильевич меняет профессию, или как там пародировали христиане, Иван Васильевич меняет конфессию. Но, как бы то ни было, Ижи Херувимы, это прекрасная песня на самом деле, ну, как бы, мы как Херувимы, мы как ангелы, как Херувимы. И я смотрю, в Израиле не было никогда на Йом-Кипур, но смотрю тоже трансляцию, включаю от стены плача, от молитвенной стены нашей, включаю трансляцию, смотрю, как тысячи людей, десятки тысяч людей молятся. Как приятно посмотреть, они во всем белом, я сегодня тоже в белой рясе. Кстати, да, чудо-таки произошло, слушайте. Просто накануне здесь у меня томаты, помидоры, и купил помидоры очень мягкие, и они продавились в пакете, и я когда в рясе перекладывал, думаю, ну, уберу сейчас этот пакет. И, значит, и они брызнули мне сюда, знаете, что-то на белую ткань томатой. А еще так получилось, что я это не заметил сразу просто. Здесь, как бы, приготовления были все эти, а потом уже, когда сел уже, ну, ладно, хорошо не видно вам, значит, видно только вот, вот, по сих пор мы неожидан в камере, да, вот, по сих пор, да, здесь. Вот, они же не видно, а потом я после записи уже смотрю, о-о-о, у меня здесь все в томатах. Я, значит, ну, я не специалист, но как мог застирал там, а все равно вижу, пятна остались, думаю, жалко, нехорошо. Ну, ладно, думаю, они хоть ниже будут, будем так говорить, вот, того, что обычно видят вот люди в трансляции, но на служение, так уже, думаю, не оденешь уже, жалко, конечно, но, так говорю, Господь, ну, помоги как-то. Вот, ну, потом опять приготовление, значит, все эти кемки-пуру, и, знаете, и вчера еще пятнашки какие-то видно были, сегодня, смотрю, вообще ничего не осталось. Сверх естественно, как-то само собой выбелилось вообще, так интересно. А ведь это же томаты, то есть, ну, такое маленькое, но очень, ну, для меня приятное вообще свидетельство. А я еще помню, как раз, когда уже постирал, уже повесил, и так немного неприятно было, что вот нижняя половина вот здесь все залито было, и эти разводы, эти все томатные, все это, все это видно, как ни стирал, и как ни старался, ну, все равно все осталось, думаю, надо же. Можно, надо, какие-то, какие-то супер отбеливатели, думаю, купить, думаю, куда сейчас, я уже, уже, сейчас уже емкий пор начинать, уже какой сейчас, все, я, как есть, так есть, думаю, ладно, пусть будет так. Значит, для программы, думаю, будет видно, значит, только верхняя часть, думаю, ладно, ничего, думаю. Вот, ну, и как бы, когда повесил он на балкон, там он быстро обдувается, поэтому быстро все сохнет, значит, и солнечная сторона, и сквозняком вот продувается. Поэтому все быстро, она тем более материал, материал такой, очень быстро отвисает, очень быстро сохнет, такой. И, знаете, еще вчера были чуть пятна, сегодня вообще ничего нет, а тогда, когда я повесил, посмотрел на тебя, так некрасиво было, и они еще похожи на кровавые какие-то пятна такие, значит, ну, это томаты так, как-то, они прозлились у меня, кажется, вот невнимательно просто, ну, как бы, не знаю, ну, я о чем-то думаю, вот, и когда о чем-то, ну, а я часто погружен так в мысли, то, как бы, потом смотрю все, как бы, так, что-то набедокурю, то, что-то пережарю, то у меня есть продукты больше порчу, приготовил, потом все приходится выбрасывать, тоже нехорошо, конечно, так, ну, ладно. Вот, и знаете, что, значит, потом, когда повесил уже на балкон, посмотрел, это так, похоже были на кровавые пятна какие-то, я вспомнил интересную вещь такую, на емкий пур, вот, говорю, помните, да, кто в семинарах, кто из семинаров моих слушал, те помнят, на емкий пур священники проверяли белоснежные ткани, они вывешивали пропитанной кровью, пропитывали их кровью, вот этого ритуально обескровленного козленочка и привешивали в храме, и если они становились в течение этого праздника белоснежными, то тогда, значит, и, значит, священники делали вывод, что, значит, выберилось все, значит, Бог простил свой народ, если оставались кровавыми, значит, Бог не простил, вот, и последних 40 лет, я говорил тоже на, как раз вот на трансляции, начало емкий пур, что последних 40 лет, согласно Талмуду, никогда Бог не принимал жертву своего народа на емкий пур, последних 40 лет, то есть от времени страдания Машеха от 30-го года нашей эры до 70-го года, время разрушения храма, значит, никогда Бог больше не принимал жертву своего народа, то есть в тот самый год, когда Машех умер на кресте, кровь божественная пролилась, и он воскликнул, совершилось, завеса в храме разорвалась, и хотя ее восстановили, вот, и священники возобновили служение свое, как будто бы ничегошеньки не произошло, но Бог все видит. Вот, и, знаете ли, и священники упрямо 40 лет подряд штурмовали святое святых, будем так говорить, первый священник каждый год заходил во святое святых, окроплял, священники смотрели на лоскуты, они оставались кровавыми, это было очень дурным знаком, знаком того, что Бог не принял жертву своего народа, вот, и так было 40 лет подряд, и вот, значит, а до того, в Талмуде говорится, да, лоскуты становились белоснежными, вот, там даже три раза написано, это в разделе Йома, трактат Йома в Талмуде, там даже говорится три раза по 40, 40 лет при неком Шимоне Цадике, праведнике Симоне, да, значит, там каждый год лоскуты становились белоснежными эти, потом 40 лет было неопределенности, то есть во время земной жизни Машеха было то да, то нет, то лоскуты становились белоснежными, то вновь кровавыми, вот, было и так и сяк, но дальше написано, но последних 40 лет никогда они не становились белоснежными, оставались кровавыми, вот, я этот эпизод вспоминал, вот, думаю, вот, выберет только сколько мне, вот, ну, пусть это, конечно, это не грязь, грязь, и вот сегодня я с удивлением обнаружил, что даже не пятнышка, ну, вот, 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 вот здесь вот, вот здесь вот, низ моей, здесь сидит, ну, в принципе, ну, да, вы же не видели, как оно было, надо было даже сфоткать, интересно было бы даже, вот, но я же не знал, что что-то такое прям реально произойдет, вот, но мне очень приятно, что не нужно после праздника бежать там искать какие-то суперотбеливатели, или какие-то белизнутку там, или что-то еще там, покупать хлорку там, чтобы как-то выбереть это все, оно само взяло и выберилось, здорово, слава богу, то есть, ну, мелочь, но, говорит, приятная, знаете, вот, мы часто верующие, мы, неверующий бы не заметил, может быть, даже, а если заметил бы, ну, так, ну, как вот, сказал бы, ну, совпало, так, это, как, знаете, ну, извините, есть, как бы, грубо, но есть такая присказка такая в России, в России говорят так, дуракам закон не писан, если писан, то не чтен, если читан, то не понят, если понят, то не так, вот, и, знаете ли, и все не эдак, и все не так, вот, такая присказка есть, вот, и, конечно, знаете, вот, действительно, порой, когда человек не хочет верить, ему что в лоб, что по лбу, хоть ком на голове чеши, важны не просто убеждения наши, а предубеждения, если человек не хочет поверить, он не поверит, даже из мертвых машиах говорил, если кто воскреснет, все равно поверит, есть такая категория граждан, вот, а другому достаточно просто выбили на ирязь, ну, вообще, как бы, мелочь какую-то заметит человек, и очень приятная мелочь, потому что великая порой в малом, на самом деле, великая в малом, мелочь, но приятная очень, вот, и, и вот, я к чему вспоминал о белом, в Израиле, в белых, смотрю, там, возле стены плача, в белых одеждах этих, вот, накрылись столитами, значит, там, молились, так приятно посмотреть, знаете, вот, прямо душа радуется, я же даже все время смотрю, и картинку такую, если видео, и сразу пою, в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся, в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся, Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенный. И знаете, но Иерусалим в моем сердце, хотя телом сейчас физически здесь, в Киеве, в Украине, но мое сердце, оно там бьется, в Иерусалиме. Вот, я даже знаю, на какой улице, я даже знаю, где оно бьется, оно бьется там, в той молитвенной стене, на стене плача. Да, я пережил это в своей жизни. Был в Израиле, в Иерусалиме один раз, это было давно, еще 2006 год был, вот, как турист был, значит, и знаете ли, но то переживание я запомнил на всю жизнь. Как будто от меня кусочек такой отлетел. Я как будто бы, но не этими глазами вижу все это, физическими, а вот какими-то другими глазами я вдруг увидел. Кусочек от меня отлетел, как бы, и он к этой стене приближается, 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 потом чем ближе он к ней, и вот, знаете, как примагнитило, и он встал на место. Притом, это, как бы, да, какие-то пазлы, не пазлы, знаете, как, собирают картинку из кусочков. И этот кусочек, который от меня, он туда вошел Он так вошел туда Я аж ахнул, удивился Как будто бы он там был всегда вообще Это его место Я обомлел просто вообще Это по мере моего Подхода к стене плача И я подошел И молился Это просто было чудо Единение такого С отцом моим Дворцом Потом гостиница ночь И я думаю, может это мне Не то, что показалось Это не показалось, это не могло показаться Потому что это непредомеренно Я даже не думал об этом, не слышал даже о подобном переживании у кого-то Просто оно как бы Увиделось и все Но внутри очень приятное было чувство Хотя я кусочка лишился какого-то Он от меня отошел Но внутри было какое-то чувство удовлетворенности Какое-то невероятное какое-то такое довольство Ну ладно На утро проснулись Экскурсии там Мы куда-то уезжали К Мертвому морю, по-моему, куда-то мы ехали Вот Хорошая, интересная экскурсия Но я себя время от времени ловил на мысли Такой интересный Потом в кибуце там кушали Кибуцники очень хорошие ребята Такие нас обслуживали Все кошерно, все прекрасно На высшем уровне Я был очень доволен И хумусу там объелся Очень доволен был Такой вкусный хумус И такой, и такой И острый я хумус брал И знаете, что интересно Фалафели, конечно Просто потрясающая кухня Израильская Вот знаете, как Вот реально Мой желудок был просто доволен вообще И все тело мое было доволен даже Не только дух И душа И знаете, интересно так Значит, потом ловил себя на мысли На том, что Вот я здесь Физически сейчас Не в Иерусалиме Но Значит, мое сердце там бьется Вот Мое сердце бьется там Думаю, ну ладно, может Так Какая-то эйфория первого дня Этого, не знаю После переживания того Потом мы улетали из Бангариона Когда Я заметил Что да, мы уже Самолет уже взлетел Ну, уже оторвались от земли Уже летели уже С Израиля Уже издалека Было виден аэропорт Значит, там Тель-Авив Значит, все Но знаете, самое интересное Значит Я понимал, что Странное такое чувство Но приятное Что я улетаю Физически Телом этим сейчас Да Но сердце мое бьется там Я потом даже был в Киеве Здесь у себя в церкви Как раз На служении Об этом свидетельствовал Рассказывал братьям и сестрам Ну, кто как понял Кто не понял Кто как воспринял По-разному люди Воспринимают все Что мы говорим Но Я думаю, братьям Вот Мне самому непонятно Что произошло Но что-то удивительное Для меня произошло Прошли годы Что вы думали Кто был 2006 год Я думаю Или 5 Могу сейчас Даже посмотреть Можно потом По записи Вот Сейчас уже 18 год заканчивается Вот Но Странное чувство Вот до сих пор Сколько лет прошло Время от времени Себя ловлю на мысли Особенно Когда молюсь Когда В таком Сильном Молитвенном Состоянии Нахожусь В таком Сильном Присутствии Бога Единения Всегда Это ощущается Самое странное Как будто Во мне Что-то Вот этого Не хватает Кусочка Сердца моего Но Это очень приятное чувство Что в тебе Кусочка Не хватает Но он там Бьется Он там Бьется В Израиле Он там Бьется В Иерусалиме В этой стене Плача Я называю Ее молитвенной стеной Стена молитвы И Очень хочу Тоже Когда Будет Свой храм Чтобы у нас Была тоже Такая стена Сделать Просто Фотографию Вот этой Стены И Полностью Как она Там В Израиле И вот Сделать Такую стену Не просто Баннер В смысле А именно Из таких Камней Имитации Камней Вот Чтобы было Такое Оформление Чтобы люди Могли подходить И туда записочки Вставлять Тоже Вот И чтобы потом Мы эти записочки Тоже Отдельно Собирали И потом Их Передавали Вот Туда В Израиль В стену Плача Да я сам С удовольствием Буду передавать Это все Только Скажите Ой В Москве Познакомился С одним Товарищем Хороший Еврей Такой Светский Но Сейчас Приобщается Традиция Приобщается Религия Приобщается Вери Вот И он Сказал Интересную Вечь Такую Что Ягод Вообще Когда прилетел В Израиль Он Он Был Далек От Религии Человек Вообще Занимается Бизнесом Всю Жизнь Вот Такой Деловой Человек Жилка Такая У него Хватка Такая Деловая Значит Такой Пережил Суббота Летает Туда Пятницу Летает На Шаббат Там Вот И потом Возвращается Воскресенье В Москву Снова Вот На целый год А вот Хочу Целый год Каждую субботу Быть там Вот Это вот Он Сказал Так что Тот заряд силы Вот такой Энергии Такой Вообще Вот Я прилетаю Как будто бы С курорта Отдохнувший Вообще Хотя Там Как бы Особенно И не отдыхаешь Значит Там Ну Приобщается Сейчас Традиции Религии Там Ходит В синагогу Вот Так Человек Он малорелигиозный Он больше Светский Как бы Но Так вот У него Такая цель Сейчас Приобщиться Вот Значит И Прилетаю Лучше Чем Раньше Там Пару недель Допустим Где-то там На морях Отдыхал Загорал Так я Один Шаббат Проведя Там В Израиле В Иерусалиме Я возвращаюсь Отдохнувший Лучше Чем Тогда Очень Интересное Для меня Было Свидетельство И сейчас Многие Стали приобщаться Так к традиции Многие Стали приобщаться Корням Вот Это и в христианстве Заметно Вот И вообще Вот В мире Вообще Это очень сильно Заметно Слава Богу Господь Видимо Действительно Духовно Пробуждает народы Особенно Свой народ Сейчас Израиля Бог пробуждает Сто процентов Слава Богу И вот Песня Которую я хочу Все вспомнить Для вас Которую пел Сынюю ночью И же Херувимы Смысл ее Что мы Как Херувимы Православие Поется Что мы Как Херувимы Предстоим Пред Богом Сейчас Всякое Житейское Отложим По печеньям И вот Я вот Это пел Почему Потому что Вот как раз Вспоминалось Мне Что вот На Юмки Пур Вообще Мы как ангелы Не имеем Никакого Земного Попечения Абсолютно Ни в еде Ни в чем Вообще Полный Полный Шаббат Шаббат Шаббатон Суббота Суббота Мы Как Херувимы И же Херувимы Тайно Образуемся Таинственно Прообразующе Тайно Образующе И Животворяще И Животворяще Троице Три Три Святую Три Святую Песнь Троице Три Святую Песнь Припеваю Че Всякое Ныне Всякое Ныне Житейское Отложим Попеченье Житейское Отложим Попеченье Житейское Свято Свят 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 Кадош Кадош Адонай Ах, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе, Божий всемогущий, благодарю Тебя за этот день, суббота, суббот, таинственный Твой святой день, день, когда нет дня уже, день, когда вечность, день, когда время останавливается, жизнь замирает, потому что вечность приходит во временное. Спасибо Тебе, Господь. Каждый шаббат мы наблюдаем, но в шаббат шабатон, в субботу суббот, это видно отчетливо. Благодарю Тебя, Господь, за все. Аминь. Благоставляю сейчас всех вас, возлюбленные братья, сестры, благоставляю свою супругу драгоценную, Инну Сергеевну, наших детей, всех благоставляю, Анастасию и мужа ее, Михаила, нашего зятя, слава Богу, за ее внука нашего, Антона, благоставляю тоже. Благоставляю Николая, Серафима, благоставляю Татьяну, Сергея, Инну, благоставляю во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, ваши дома, родных, ближних также, пусть Бог благоставит. Благоставляю всех священническим благоставением. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, слава Богу, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся, слава Христу. Благоставляю всех вас. Йом, Кипур, сегодня до самого вечера позднего мы в благодарности к Богу, хвали к Господу. Сегодня особенный, святой день, уникальный в году день. Спасибо Тебе Господь. Он собой этот день завершает вот эти дни трепетной любви, как я говорю. Дни трепета их называем обычно. Но чтобы было больше понятно, я объясняю их как дни трепетной любви. И первых десять дней в году мы называем их по традиции дни трепетной любви. Спасибо Тебе Господь. Благодарю Тебя. Гмар, хатима, тава. Хорошие записи от Бога Всевышнего. И не только в вечности. На этот год, на это время, до последнего вздоха нашей этой земли. Гмар, хатима, тава. Слава Богу. Благоставляю всех вас. Благоставляю Иеруша Лаим. Да, вчера в трансляции прочитывалось правильно, да. Потому что я потом сообразил, что трансляция все делает зеркально у меня здесь на телефоне. Не знаю, как исправить, но вот так вот. Вот, поэтому флаг я перевесил, повесил, как правильно читается. Для меня сейчас правильно читается. Иеруша Лаим. Вот, значит, а в трансляции вижу, задан наперед все. Ну, как бы, ну ладно. Зато в записи будет. Нет, в записи там не видно даже ничего. Все, с Богом. Шалом. Гмар, хатима, тава.